Привет! Сейчас расскажу забавную историю. Возможно, вы помните, в прошлом году, или даже в позапрошлом, осенью, у меня был случай, когда африканские хакеры пытались со мной познакомиться, представившись какой-то там вдовой симпатичной. Я их быстро вычислил, и потом была забавная переписка, про это есть видео. На днях зарегистрировался на сайте знакомств во Франции. Ну и такая проблема, всех лайкаю налево, потому что не на кого посмотреть. Меня лайкают толстые черные женщины. Это, конечно, большой удар по моей уверенности, но пока держусь, то есть в гомосеке не пойду. И единственная женщина, которая и мне понравилась, и она меня лайкнула взаимно, и у нас началась переписка, впоследствии, ну, то есть я увидел симпатичную женщину, она представилась там фермером, она мне написала сообщение свой электронный адрес. Поскольку там какие-то проблемы есть с возможностью переписки, то есть я понял, что это у нее такой мув, что я должен на этот электронный адрес что-то написать, и мы уже не привязаны к сайту, можем общаться. В общем, я написал на этот, ну, погуглил эту почту, ничего на нее не нашел. Написал, что я это я, а потом решил скопировать фотографии и погуглить по фотографиям. И выяснилось, что это известная французская модель на фотографиях. Кто бы удивлялся, да? Ну, разумеется, пожаловался на этот профиль, что это фейк, и заблокировал. Ну, и забыл. Прошло несколько дней, я сегодня проверяю почту, смотрю письмо, тема на английском, мужчина, привет, мужчина Юра. И там какой-то дальше текст сообщения, ну, я все остальные имейлы проверил, там все по делам, все ответил, все всем написал, этот оставил напоследок, открываю. Перевел через... Тихо-тихо-тихо. Перевел через гугл-переводчик. Вот у меня второй телефон, сейчас я буду читать. Это бомба, ребята. Если вы не знаете, я из России сбежал в 22-м году. То есть до 42-х лет, 3-х, я жил в России. И вот, значит, получаю письмо с адреса, вот с этого. Видно? Плохо видно. Беру что-то там я... Перевел через гугл-переводчик, там на английском. Привет, мужчина Юра. Я очень рада, что ты написал мне. И я, честно говоря, думал, напишешь ты мне или нет. Но я рада, что ты это сделал. Меня зовут Элизабет. Прошу меня простить, что я не писал вам сразу свое правильное имя, потому что на сайте знакомств часто используют псевдоним, и я его использовал. Надеюсь, вы поймете, почему я сделал именно это. Мой день рождения 18 мая 1993 года. Мне 30 лет. Я не считаю, что разница в возрасте – это проблема в отношениях между двумя людьми, потому что вообще некоторые люди в 50 лет могут вести себя как полные дети. Юра, для меня возраст не главное. Мой рост составляет метр семьдесят два. Мой вес 57 килограмм. У меня нет вредных привычек. Я одинок. Никогда не был женат, и детей у меня нет. И да, в самом начале хочу предупредить об одной вещи, которая меня очень беспокоит. Боюсь, что это может помешать нашему с вами общению, но надеюсь, что вам это не помешает. Дело в том, что я живу в России. Я не хотел тебе об этом сразу говорить, потому что думал, что ты просто не захочешь со мной знакомиться. Это современный мир, и в нем можно путешествовать несколько часов. Надеюсь, ты меня поймешь. Я живу в небольшом поселке Дуброво Кировской области. Если вам будет интересно, вы можете посмотреть на картах, где именно находится. У меня есть возможность писать вам письма только на работе, так как дома у меня нет подключения к интернету, из-за дикой природы в моей деревне, где я живу. Вам может показаться странным, но в России гораздо сложнее подключиться к интернету, чем в вашей стране. Я могу писать вам каждый день, кроме выходных, так как в выходные я не работаю. Я работаю педиатром в поликлинике. Я долго учился и получил высшее образование, чтобы работать по этой профессии. Я не так давно закончил учебу, в 26 лет, если быть точным. И сейчас мой стаж работы составляет чуть больше двух лет. Мне очень нравится моя работа. Я хотел бы узнать о тебе больше сейчас. Где ты работаешь, какова ваша профессия, какие у тебя интересы, что вам нравится, что тебе не нравится. Можете ли вы отвечать на мое письмо каждый день. Можешь мне рассказать больше о себе. Почему вы ищете онлайн знакомство, что вы ищете в женщине. Чего ты хочешь от знакомства с женщиной и как ты вообще это видишь. Мне бы хотелось, чтобы вы искренне ответили на мои вопросы. Я люблю искренность и правду. И хотя осознаю, что она начала в нашем общении не с самого лучшего начала, но сейчас я вам все рассказала. Мне будет очень приятно получить от вас письмо, если вы все еще интересуетесь мной. Даже если вам это не интересно, просто скажите мне, чтобы я не надеялся. Элизабет. По скрипту. Я приложу несколько своих фотографий и видео, чтобы вы могли не только увидеть меня по фотографиям, но и услышать. Это, конечно, супер поворот про Кировскую область, про деревню в Кировской области. Бедняжка Элизабет работает в поликлинике в деревне в Кировской области 5 дней в неделю. И думаю, у нее нет интернета. Она училась сколько лет? 5, 4, 5, 6 и 2 года стаживания. Бедняжка. Про Россию она мне рассказывает. Вот это, конечно, поворот. В общем, в прошлом году я еще выяснил, как это работает. Негры сидят где-то за компьютерами. В соцсетях, на сайтах знакомств, знакомятся с людьми. И это такой снежный ком информации. То есть они знакомятся и выясняют все про человека, много деталей, чтобы потом его профиль, его детали использовать для внедрения уже к другим людям. То есть, чтобы больше с деталями себя выдавать за другого человека. Так получилось, что одновременно в прошлом году на такую приманочку в диалог вступил я и еще кто-то из моих знакомых. По-моему, женщина, который как раз какой-то мужчина тоже о чем-то писал. И тоже очень просил какие-то живые ее фотографии. Прямо сейчас покажи, вот можешь ли ты прислать что-то о себе прямо сейчас. Где ты, что ты. Вот. Такой вот поворот. Сайт знакомств. Сайт знакомств это вообще, конечно, не на кого посмотреть. И меня лайкают только толстые черные женщины. Я думаю, что со мной? Это признак того, что я супер альфа, который может удовлетворить крупную черную толстую женщину, а остальные просто боятся? Или я настолько страшный, что они в принципе не рассматривают? В общем, непонятно.